Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня, бесчисла я согрешил, Господи, прости меня, грешно, и помилуй, достойно есть я кого истину, блажительству, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую Херубиму, славнейшую воистину Серафим, без истления Бога, Слово Рожешую Сущую, Богородницу Тебя, величай ему, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков, аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Благослови воскресе и измертву, Господи Иисусе Христе, Сыне Божией, молитва ради причистой Твоей Матери, силы щаснага, жертвовящего Креста, святых ангелов, наших хранителей, и всех ради святых, помилуй, и спаси нас, яко благо Ииси, и человека любец, аминь. Боже, милостью, будь мне грешным, создав имя, Господи, помилуй меня, бесчиславец и грешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй, Замолиться святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради, Боже, очисти мя грешного, яка не калижа благое сотворив пред Тобою, но избави мя от лукавой, да будет мне воля Твоя, да неосужденно отверзну стамой недостойного, схвалю имя Твое Святого Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и сыли немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно, и во веки веков, аминь Отче наш, иже и Сына небесе Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле Хлеб наш насущный дашь нам днесь И остави нам долги наши, як же и мы оставляем вожняком нашим И не веди нас во искушение, но избави нас от мука вагом Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки, аминь Оставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню пьемте сильный Свят, свят, святости Божий, Богородицу, и помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Отодраясь на обозбивом, если Господи умой просвети и сердце Уснем и отверзивая же петь, если Святая Троица Свят, свят, святости Божий, Богородицу, и помилуй нас И ныне, и присно, и во веки веков, аминь Внезапно судья приидет, и ко его же деяния обнажаться Но страхом зовем полунощи, свят, свят, святости Божия Богородицу, и помилуй нас Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица Я ко многерой Твоя благость и благотерпение Не прогнелся, но не ленивый и грешен Не погубил меня со беззаконием моими Но человеколюбствовал и сия обычно И в нища, не лежащие, говозви Гмисии, воеже утрените, слабословите Державу Твою ныне, Владыка Просвети мое, още мысленное Отверзи мое уста, поущайте Сослови всем Твоим И разумете заповеди Твоя И творите волю Твою И петите об исповедании сердечным И воспевайте все святое Имя Твоя Отца и Сына и Святого Духа Ныне и присно, и во веки веков Аминь Придите, поклонимся Цареве нашему Богу Придите, поклонимся Христу Цареве Богу нашему Придите, поклонимся и припадем К самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему Сто восемнадцатый Псалом Семьдесят третьего стиха Руки Твои сотворили меня И устроили меня Вразуми меня И научусь заповедям Твоим Боящийся Тебя увидят меня И возрадуются, что я уповаю на слово Твое Знаю, Господи, что суды Твои праведны И по справедливости Ты наказал меня Да будет же милость Твоя утешением моим По слову Твоему, к рабу Твоему Да придет ко мне милосердие Твое И я буду жить Ибо закон Твой утешение мое Да будут постажены гордые Ибо без вина угнетает меня Я размышляю о повелении Твоих Да обратятся ко мне боящие Тебя И знающие откровения Твои Да будет сердце мое непорочное в усталых Твоих Чтобы я не посрамился Истоевает душа моя О спасении Твоем Уповая на слово Твое Истоевает очи мои о слое Твое Я говорю Когда Ты утешешь меня Я стал как мех в дыму Но усталых Твоих не забыл Сколько дней раба Твоего Когда произведешь суд над гонителем моими Яму вырыли мне гордые Вопреки закону Твоему Все западе Твои истина Несправедливо преследует меня Помоги мне Едва не погубили меня на земле Но я не оставил повелений Твоих По милости Твоей оживляй меня И буду хранить откровения в уст Твоих На веки Господи Слово Твое утверждено на небесах Истина Твоя в рот и рот Ты поставил землю И она стоит По определению Твоим Все стоит до ныне Ибо все служит Тебе Если бы не закон Твой был утешением моим Погиб бы я в бедствии моем Вовек не забуду повелений Твоих Ибо ими Ты оживляешь меня Твое Ты садил меня Мудрее врагов моих Ибо она всегда со мною Я стал разумнее всех учителей моих Ибо размышляю об откровениях Твоих Я сведущ более старцев Ибо повеления Твоих храню От всякого злого пути Удерживай ноги мои Чтобы хранить слово Твое От судов Твоих не уклоняюсь Ибо Ты научаешь меня Как сладкие гортани мои Слова Твои Лучше меда устам моим По велениям Твоими Я вразумлен Потому ненавижу всякий путь лжи Слово Твое Светильник ноге моей И свет стезей моей Я клялся хранить праведные суды Твои И исполню Сильно угнетен я Господи Оживи меня по слову Твоему Благоволи же Господи Приняй добровольную жертву уст моих И судам Твоим научи меня Душа моя не пристану в руке моей Но закону Твоего не забываю Нечтиво поставили для меня сеть Но я не уклонился от повелений Твоих Откровения Твои я принял Как наследие навеки Ибо они висели в сердце моего Я преклонил сердце мое К исполнению уставок Твоих навек До конца Вымыслы человеческие ненавижу А закон Твою люблю Ты покров мой И щит мой На слово Твое уповаю Удалитесь от меня беззаконные И буду хранить заповеди Бога моего Укрепи меня по слову Твоему И буду жить Не посрами меня в надежде моей Поддержи меня И спасусь И в уставы Твои буду вникать непрестанно Всех отступающих от уставов Твоих Ты не излагаешь Ибо ухищрение их ложь Как и изгорь Отметаешь Ты всех нечтивых земли Потому я возлюбил откровения Твои Трепещет от страха Твоего Плоть моя И судов Твоих я боюсь Я совершал суд и правду Не предай меня гонителям моим Заступи раба Твоего Ко благу Его Чтобы не унитали меня гордые И стоевает очи мои Ожидая спасения Твоего И слова правды Твоей Сотвори с рабом Твоим По милости Твоей И уставом Твоим Научи меня Я раб Твой Вразуми меня И познай откровения Твои Время Господу действовать Открываю уста мои И вздыхаю Ибо заповедь Твоих Жажду Слава Твою Сыну и Святому Духу И ныне и присно И во веки веков Аминь Аллилуйя, аллилуйя Слава Тебе Боже Аллилуйя, аллилуйя Слава Тебе Боже Аллилуйя, аллилуйя Слава Тебе Боже Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно И во веки веков Аминь Аминь Многомилостивый И всемилостивый Бог мой И Господь Иисус Христос По своей многой любви Сошел на землю И воплотился, чтобы спасти всех И снова Спаситель Спаси меня благодатью Твоею Молю Тебя Ибо если по делам спасешь меня То ты не будешь благодатью и даром Но более делом Ей многие щедротах И не изречены в милости Ибо ты сказал Что верующий в меня Жив будет И не увидит смерти во веки Итак Если вера в Тебя Спасает отчаявшихся То верую Спаси меня Ибо Ты Бог мой И Создатель Вера же вместо дел Да вмениться мне Боже мой Потому что совершенно не найти Дело правдущих меня Но это вера Да будет превыше всего Да ответит за меня Да оправдает меня Да явит причастником Славы Твоей вечной И да не похитит меня Сатана и не похвалится Слово Что торт мне от Твоих руки оградой Ну или хочу Спаси меня Или не хочу Христос мой Спаситель Поспеши скорее Скорее Погиб я Ибо Ты Бог мой Очарил Матери Моей Сподобие меня Господи Возлюбить Тебя Теперь так же Как возлюбил я Каждый свой тайный грех И чтобы снова потрудиться Для Тебя Без лени Усердно Как прежде Потрудился Сатане Прещающему Особенно же Потружусь для Тебя Господа и Бога Моя Иисуса Христа Во все дни жизни Ныне и всегда Веки веков Аминь Аминь Святой Ангел Поставь мне хранить Мою бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня За неводержание мое Не дай возможности Злому демону Починить меня В себе Пребладание Тво смертного тела Возьми крепко Несчастную И опустившуюся Руку мою И выведи меня На путь спасения Особенно Ангел Божий Хранитель И покровитель Бедному души И тела Прости мне все Чем я скорбил Тебя Во все дни Моей жизни И если я чем Согрешил Прошедшую ночь Защити меня Настоящий день И сохрани меня От всякого Скушения Вражеского Чтобы мне Не пронять Бога Никаким грехом И молись за меня Господу Чтобы он Утвердил меня В страхе своем И сделал меня Рабом Достойной Своей милости Аминь Аминь Пресвятая Владычица Моя Богородица Своими Святыми Всесильными Молитвами Отгони от меня Смиренного И несчастного Раба Твоего Уныние Забвение Неразумие Нерадение Удалится Скверные Лукавые И хульные Помыслы Из закаянного Моего Сердца И помраченного Ума Моего И погаси Плавимый Страстей Ибо Я убыл К несчастью И избавь меня От многих Пагубных Воспоминаний И помыслов И освободи Меня От всяких Злодеяний Ибо Тебя Благословляют Сироды И Пречисли Имя Твое Славится Во веки Вечное Аминь Аминь Молите Бога О нас Святые Угодники Божьи Игнати Владимир Надежды Ибо Мы усердно К вам Прибегаем Скорым Помощникам Молитвенникам О душах Наших Благородица Дева Радуйся Обраданно Мария Господь Тобою Благословен Ты Жена И благословен Плод Шрева Твоего Яка Родилась И Христа Спаса Избавителя Душам Нашим Непобедимая Божественная Сила Чеснага Животворящего Креста Господня Не остай На грешах Уповающих На тя Спаси Господи Люди Твоя И благослови Достояние Твое Победа На сопротивные Дары И Твое Сохраняя Крестом Твоим Жительством Спаси Господи Помил Отца Моя Духовного Родителя Исродника Благодетель Митрополита Лариона Епископа Эптихи Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священария Акима Павла Геннадия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Владимир Владимир И Глебу Не дай погибнуть Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнили Александра Диодора Митрополита Тихона И весь Священнический Иноческий Чин И высший Истинный Служитель Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Да еще Священник Если угодно Тебе Смири власти Воинств Твоих Наведи страх Твои на них И через них Сотвори Благое Церкви Твоей Умудри их Издавать Добрые законы Добрые законы Жить людям Дабы было еще Уделять нуждающимся И в покушениях Издавать Владимира Дмитрия Дональда Рамзана Владимир Александра Эрдогена И Амана И дару Мира Израилю Россию Украине Сирии Где война идет И научи нас Ценить это Мирное время И приготовь Землю К великим И грозным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную Слава тебе Боже За тихую Мирную Ночь Что жизнь Нашу Продлил И разум Сохранил Дай нам Желание Трудиться Обнаружить Умножить Все наши Таланты Дарованные Тобой До всего Почти нам Добрых Помощников Наставников Советников И все День сохранять Всякого Рода Зла И греха И непосильных Искушений Дабы жить По заповедям Божьим Защити Нас Здесь Селение Наше От пожара От воров От нечистой Силы И живущих Там Андрея Игоря Игоря Серафима Владимира Обратить Страждущие Болезни Людмилу Любовь Владимира Алексея Иосифа Причтуб Жители Детьми Любящими Знающими Уставы Твои Сохрани Школу Спаси Помилуй Татьяну Наталью Игоря Марину Никиту Чадой Виктора Сергея Севастьяна Людмилу Нину Валентину И всех Побуди На проповедь Евангелия Нади Новые Души Спаси Помилуй Надежду Валентину Екатерину Анастасию Наталью Евгения Романа Михаила Нину Анну И Юрия Рахиль Ездру Рустика Благослови Господи Тимура Самиру Дабы не верили Лже Пророчеством Познали Истину Твою Во всей Красоте Сергея Сергея Александра Александра Екатерина Екатерину Галину Благослови Путешествующих Раиса Льва Виктора Нади Все Наше Родство Евдокию Валентину Ирину Татьяну Марку Нину Ольгу Иле Марии Татьяну Романа Избак Духа Лжи И дары Духовного Рождения Виталия Никите И желание Трудиться В поте Лица По заповеди Твоей Аллилуйя Посети Болящих Дай силу Перенести Страдания Безропотно И пошли Моисцеление Илариона Кирилла Алексея Игоря Алифтину Нину Надежду Валентину Валентину Татьяну Татьяну Марию Александру Умягчи Сердце Врагов Наших Творящих Пакости И в судный День Не помяни Их Безумия И лжи Примири С нами Если угодно В воле Твоей Святой Посети Благодетели Наши Воздаем Добром Елену Людмилу И обрати Господи Евгения Наталью Найди Господь Помогающиеся Души Благослови Их Надежду Юрия Эдуардов Благодарю Тебя За друзей За врагов За здоровье За болезни По твоему Благоволению Все это Может оказаться На пользу И наше Сокровище В интернете И книги Здесь И в пути Сохрани Защити Трудящихся Благослови Игоря Юлия Димитрия Викторов Сергея Сергея Андрея Андрея Вячеслава И Содружества И во всех Помогающих Нам Путешествия Виктора Николая Раису Льва Взлати Их Жилища Слава Тебе Боже Наша Обрати Тимофея Тимофея Мартина Германа Александра Симона Леонтья Найди Слава Тебе Боже Наша Слава Тебе Будь Милостив К нам Помоги Нам Этот же День Прожить Под Твоей Защитой К труде И Упокой В обителях Небесных Усопших Отец Братья Наших Иже Сверой Надеждой На воскресение Жизнь Вечная Отошедшая Жизнь Исейного Представлена Валерия Мы сотворим День Который Не покинем Не покинем Смертный Час Когда Душа Будет Разлучаться От тела Проведи Душу Мою Помытарством И веди На веки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Иоанн Креститель Предтеща Христов Моли Бога О нас Научи Нас Господи Жить В бедности Имея Пропитание Одежды Быть Благочестивым И доволен Никогда Не роптать Никому Не завидовать И каждому Дару Жилье Сергею Гавриилу Святитель Христов Никола Мердикийский Судотворец Моли Бога О нас Их Пророки Илья Иллисей Инух Моисея Самуила Аарон Ио Авель Ной Иосиф Патриархи Езра Ниеми Амос Наум Исайя Иеремия Варух Изыки Иль Осия Иаиль Агей Сапония Захария Малахи Давид Напан Данил Отрак Пророк Михей Абрам Исаак Яков Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы день Прихода Того Наше Отшествие Не засталось Неготовыми Но чтобы Вы еще На встрече Себе С горящими Светильниками Истинной Веры И сосудами Полными Илея Добрых Дел Соделанных Дух Святом С любовью Аллилуйя Молите Молите Бога На святые Ангелы Архангелы Херувим И Сиротим И Небесная Сила Святые Апостолы Петр И Павел Евангелисты Матфей Марк Лука И Иоанн Защити И помилуй Господи Наследие Молите Бога На святые Мужчинники Мужчинницы Игнатий Богоносец Поликарм Сминский Усим Философ Космай Дамиан Андрей Стратилат Ирон Мужчинник Климент Римский Климент Анкирский Антим Некомедийский Георгий Победоносец Пантелеим Сорок Святых Мужчинников Царь Николай Святой Царской Семей Владимир Леонид Иосиф Борис Иглеб Молите Бога На нас Да укрепит Господь Народ Помилуй Нас Святые Отцы Молите Бога На нас Василий Великий Григорий Богослов Ян Златоуст Апанасия Великий Прям Серин Антоний Макар Антоний Феодосий Корнили Ио Сергий Радонский Степан Пермский Серафим Сарус Ян Тобольский Ян Кронштадт Ян Шанхайский Кирилл Мефодий Иннокентий Николай Макар Алтайский Филарет И все Переводчики Священного Писания Молите Бога За сохранительность Господь Святой Православной Вере А замысля Редяков Ничто Преврати И разве Молите Бога На святые Жены И девы Фёклы Первомущеница Фатина Смаринина Феврония Вера Надежды Любовь Матерь София Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепетой Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магалина Мария Екатерина Пискивая Акила Андрей Ники Юн Ники Прянов Устина Задарует Господь Женам И девам Послушание И молчание Целомудрости И стыдливости И сохранив От всяческого Поругания Исправ Не покорилась Галина Семейство Ее Евгения Надежда Людмила Игана И прими Нашу молитву Воздиание Рук Как жертву Вечернего Благоухания Приятной Перед Престолом Благодати Твоей Господи И соедини Молитву нашу С молитвами Всех святых Молящих Тебе на небе И на земле Господи И услыши И исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам Любящий Наш Отец Небесный Ради Голговских Страданий Сына Твоего Единородного Господа И Бога Нашего Иисуса Христа И пролитой Им крови Ради Прими Нашу Молитву И исполни Ее О всех Заповедавших Нам молиться О них Спаси Их Господи И помилуй Аллилуйя Говори Владыка Слушайте Да слышит Раб Говори Редактор субтитров Аминь Аминь Доброе утро Сегодня хотели горку делать Приглашаем Аминь Аминь Доброе утро Доброе утро Аминь Доброе утро Редактор субтитров Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но для наглядности можно ознакомиться с одним из допросов героя веры. Хотя и тут видно, что не в евангельском духе трудится сей патриот России. О проповеди Евангелия нет ни слова. А отвечал же смело относительно власти, зная, что ему за это будет отмерено от людоедов. Из протокола допроса священника Павла Арсеньевича Боротинского от 28 декабря 1931 года. Продолжение следует... 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 ей противлением самому Богу, римлянам 13.2. Солидаризироваться это, конечно, не всегда распространяется на практические способы их осуществления. Теперь, когда карты большевиков раскрыты, и ими самими и некоторыми исследователями едва ли можно оспаривать, что сравнение их с шайкой разбойников является лишь слабым подобием печальной действительности. Что эпитет разбойника в отношении идеологии, способов осуществления и происхождения большевистской власти является слишком мягким, что гораздо ближе к истине было бы характеризовать их как сатанистов, как и предполагалось на соборе 1917-1918 гг. Проводя параллель между сом-властью и шайкой разбойников, мы легко уясняем себе, что повиновение им допустимо под влиянием насилия в пределах заповеди «повиноваться подобает Богу более, нежели человеку». Признание же их и добровольное служение им во всех видах совершенно недопустимо, как недопустимо признание и служение добровольное, добровольное, конечно, разбойникам. Тем чудовищнее представляется признание совластии властью от Бога со стороны нашего епископа. Подобно этому, хотя апостол и говорит, что нет власти не от Бога, но из этого не следует заключать о приложимости этих слов к сов-власти. Таким образом, по разуму святых отцов, апостол Павел относит к Богу происхождение лишь института власти, который имеет добрые цели и задачи. Власть же, имеющая какие-либо худые виды, по мысли Златоустова, не от Бога. Государственная власть от Бога, пастырство от Бога, но не всякий пастырь от Бога. Что эти слова не приложены к сов-власти, видно из того, что основные задачи и цели, к осуществлению которых стремится сов-власть. Уничтожение религии и насаждение анархии таковы, что всякий христианин обречен на борьбу с ними и, творя сии благое, ждать должен не похвалы, а меча. Если пастырь будет, исполняя пастырский долг, объяснять посумам, что гражданский брак с христианской точки зрения есть блуд, а аборты-убийства, или если же он будет удерживать их воспитание детей в безбожных филантропических учреждениях, детских домах, то за это он, конечно, не похвалу получит. Второе. Религия есть опиум для народа. Центр всей философии научного марксизма и все последователи его первой своей обязанностью считают не только отступление от Бога, но борьбу против него. Союз безбожников, море антирелигиозной литературы, наводняющей большевистское царство, не выдумка, а яд, действия которого могут видеть без антирелигиозной борьбы, немыслимо даже существование совласти. Отвергая даже идею всякой власти и имея целью похищения божеской и человеческой власти, большевистское законодательство все пропитано классовой ненавистью, направленной в сторону насаждения анарархических начал, как в области международного государственного права, так и в области гражданских взаимоотношений в нем. Кодекс уголовный возводит в степень важнейшего государственного преступления всякое действие, направленное в сторону борьбы против начала безбожия и анархизма, карая этим преступления со всей строгостью и беспощадностью. Поэтому сов-власть и является в собственном смысле и единственной на протяжении всей мировой истории противницей и разрушительницей богом установленной власти, и потому самому не может происходить от бога, ибо бог себе самому противиться не станет, и говорить после этого о происхождении сов-власти от бога, это все равно, что утверждать и говорить «нет блудника, пьяницы, убийцы, как только от бога». Так как в смысле попущения и они от бога, но если таковое выражение недопустимо, как явно кощунственное, то в отношении большевиков оно тем более недопустимо, чем больше разница между убийцей, пьяницей и блудником, с одной стороны и сатанистом, анархистом и богоборцем с другой. Третье. Может ли быть христианин участником будущей войны, когда знает, что целью ее является защита от завоевания революции, то есть сатанизма? Конечно, нет. Христианин не может себя считать даже гражданином советского сатанинского государства. Все, в чем он повинуется сов-власти, он делает не за совесть, а за страх, исключительно как пленник. Если идеологически мы враги друг другу, то такими останемся и при осуществлении каждой стороной своей идеологии. Если под лояльностью разуметь лишь то, что мы не выступаем с оружием в руках против сов-власти, то мы в этом случае не можем быть лояльными. Плох тот христианин, который не молится о скорейшем неспровержении этого мерзкого и богохульнейшего нового сатанинского царства. Четвертое. Вопрос об отношении к большевизму есть такой вопрос, который имеет значение не только для христианства, но и для нехристианского мира и, следовательно, является по преимуществу вселенским. Ибо всем государствам мира впервые на протяжении всей мировой истории пришлось встретиться с учением, которое стремится подорвать религиозные и гражданские основы, чтобы избежать смерти от большевистской инфекции, было бы лучшим следование указаниям патриаршего послания о наферматствовании советской власти от 19 января 1918 года и постановлением собора от 22 января 1918 года. В начале 1928 года, точно не помню, когда именно это было, мне стало известно о так называемой Ярославской оппозиции группы архиереев по отношению к митрополиту Сергию. Ярославский, Агафангел и Евгений Кабаранов, митрополит Иосиф, назначенные впоследствии на ленинградскую кафедру, Серафим Углицкий, пятого не помню, осуждавший митрополита Сергия за его декларативную, лояльную деятельность по отношению к совмласти и почти одновременно я узнал об образовании новой церковной ориентации ленинградского духовенства во главе с митрополитом Иосифом и епископом Гдовским Дмитрием Любимого. Не помню точно, каким путем, от кого именно, но я получил от паломников в Саровской пустыне обращение ярославской оппозиции и упомянутого епископа Дмитрия Любимого об организации самостоятельной иосифовской ориентации. Между этими обращениями была полная аналогия. То и другое вызваны одной причиной лояльными декларациями митрополита Сергия. Поскольку эта линия поведения в частности митрополита Иосифа и епископа Дмитрия Любимого до известной степени совпадала с моей идеологией, я поехал в Ленинград для выяснения полной платформы иосифовской ориентации, имея намерение в случае совпадения идеологий присоединиться к иосифовцам. В Ленинграде я был летом 1928 года и имел разговор с епископом Дмитрием Любимовым и профессором Андреевым Феодором. Оказалось, что о моей идеологии они знали до моего приезда к ним, так как кто-то из паломников, бывших у меня в Дивеево, списал копию с моей брошюры и передал им. Речь идет о брошюре, некоторые из пунктов, которые изложены выше. Для простоты изложения буду называть ее в дальнейшем отношение к советской власти с точки зрения православного нравоучения. Разговор имел совершенно откровенный характер, это была игра в открытую. Андреев и Дмитрий в основном согласились с моей платформой. Однако я их обвинял в том, что они не ставят вопрос об отношении к советской власти прямо, тушуя его употреблением слова «лояльность», что они должны были в свое разоблачение начать не с митрополита Сергия, а с патриарха Тихона и его заместителя митрополита Петра Крутицкого по существу первых начинателей лояльного отношения к соввласти, а не молчать об этом и больше того, признавать руководителем православной русской церкви Крутицкого, что было мною установлено в разговоре с ними. По этим вопросам я с ними разошелся и независимо от моего предположения, что они из тактических соображений не провозглашают открыто платформу, совпадающую в основном, как я выше уже сказал, с моей платформой и стремление потерять легальность на первых порах своей организационной деятельности. Я все же счел мои расхождения принципиальными. Они больше ссылались на авторитет митрополита Иосифа и его платформу, но с последним мне представился случай разговаривать, несмотря на то, что такое желание у меня было. Вот смотри, Сергей, тут написано нет, перескочило и все, что это такое? Увидел, перечитаю. Они больше ссылались на авторитет митрополита Иосифа и его платформу, но с последним мне не представился случай разговаривать, несмотря на то, что такое желание у меня было. Имея ориентировку на эмигрировавшего в заграницу митрополита Антония Храповицкого и желая узнать новости о последних его проявлениях в эмиграции, с Андреевым и Демидрием я также разговаривал и о нем, то есть о Храповицком. Насколько мне помнится, собеседники отнеслись пренебрежительно к деятельности Храповицкого по мотивам какого-то неправильного его учения об одном из православных догматов, в котором они усматривали даже ересь. О политической деятельности Храповицкого вопрос как будто нами не обсуждался, так как в то время его линия не была еще известна. Разговор с Андреевым и Демидрием Любимовым происходил, если не ошибаюсь, на квартире последнего, причем других присутствующих при этом не было. В Ленинграде я пробовал одни сутки, останавливался по адресу, полученному ранее от кого-то из паломников в Девеево. Адреса сейчас не помню, помню только, что квартира хозяйка женщина пожилая, бывавшая в паломничестве в Девеево. Несколько позднее я получил в Девеево от одного из паломников обращения митрополита Антония Храповицкого из-за границы, которая в своей политической идеологической части полностью совпадает с моей платформой. Не совпадает только отношение к митрополиту Крутицкому, которого Храповицкий считает законным местоблюстителем православной церкви. Но это, видимо, мнение у него составилось из-за недостаточной информации о действительной роли Крутицкого. Из паломнических источников знаю, что профессор Лосев относился одобрительно к имяславцам, гнездо которых было на Северном Кавказе. Больше о нем ничего не слышал. Не помню, разговаривал лицепрофессором Новоселовым, проживающим в Москве, но знаю, что он разделяет Иосифовскую платформу, но источников об этом не помню. Со своим братом, старшим Евгением, проживающим в данное время в Финляндии, город Ваза, переписывался до последнего времени. В письмах я пытался информировать его о действительном положении церкви в России, то есть о появлении обновления, о перемене линии патриарха Тихона, не отрицаю, возможно, что в этих письмах в первых писал о взаимоотношениях церкви с государством в разрезе своей идеологии. Употребляю слово пытался, потому что не уверен, что такие письма доходили до адресата. Из информации брата я понял, что в Финляндии дело со взаимоотношениями церкви с государством обстоит лучше, так как правительство там соблюдает декрет о свободе совести и не вмешивается в церковные дела, чего, разумеется, нельзя сказать про советское государство. Живя в Дивеево, я, начиная с 1922 года, до последнего времени в храмах не служил по мотивам изложенным мною выше, то есть отрицательного отношения к официальной церкви. Служил у себя в доме для себя, родственников и тех знакомых, которые приходили в то время ко мне. Ко мне в дом до ликвидации монастыря и после заходило много паломников. Многие приносили мне различные листовки и брошюры, часть которых оставалась у меня для ознакомления. Таким образом, мною было получено упомянутое обращение митрополита Антония Храповицкого. Приходилось с паломниками обсуждать те или иные листовки. Паломники задавали вопросы и чаще всего такие А. Можно ли служить у советской власти? Б. Можно ли работать в праздничные дни? В. Можно ли участвовать в релевационных демонстрациях и тому подобное? На все эти вопросы мною давались ответы и пояснения исходя из моей идеологии, то есть отрицательные. Имевшиеся у меня листовки я давал списывать паломникам в том числе и брошюру отношения к сов власти с точки зрения православного драучения, обращения Антония Храповицкого и другие. Помню, что моим братом Николаем была написана брошюра «Тайна семи ассирийских церквей», содержание которой сводится к доказательству о том, что седьмая церковь это церковь настоящая, то есть при советском государстве, в период церковно-государственной анархии и, наконец, что существующее время последнее, после чего наступит конец мира. С другой стороны, брошюра критикует научный марксизм. Арсений Жадановский епископ Серпуховский, Серпуховский векарий Московской епископ и, видимо, относился отрицательно к официальным церквам, служил на дому, но вместе с тем я знаю, что верующим он разрешал ходить в Сергиевские церкви. Боротинский допросил уполномоченные 3-го отделения СПО, ППО, ГПУ, СВК, подпись Барташевич, архив управления ФСБ РФ по Самарской области, фонд архивно-следственных дел ДП 17773 Т4 Л207 210 Примечание Боротинский Павел Арсеньевич родился в 1887 году в городе Гаваст, Кус, Финляндия. Окончил Петроградскую духовную семинарию, принял сам священника, в 1918 году переехал в село Дивеево, до августа 1922 служил в храме Дивеевского женского монастыря Арзамасского района Нижегородского края. В 1927 году отделился от митрополита Сергия Острогородского. Продолжал служение тайно, поддерживал связь с ленинградскими и самарскими иосифлянами. Арестован близ Дивеева 29 ноября 1931 года проходил по делу Самарских непоминающих, а затем Всесоюзного Центра Истинное Православие. 14 июля 1932 года приговорен к Олегии ОГПУ к 10 годам лагерей. Отбывал Беломор Бал Плак Постановлением коллегии ОГПУ от 22 февраля 1933 года из лагеря освобожден и выслан в Северный край на оставшийся срок. По дороге в ссылку бежал, скрывался у монахинь Б. Дивеевского монастыря, продолжая тайное служение. Арестован 3 февраля 1938 года. Перевезен в Москву 15 сентября 1938 года в военной коллегии Верховного Суда СССР приговорен к высшей мере наказания. В тот же день расстрелян. Похоронен в Бутово. Данный документ представляет собой интерес как подлинные Акаты Мартио XX столетия. Имеется в виду катехизис митрополита Антония Храповицкого, где он выдвинул ряд новых тезисов об искуплении, основывавшихся на внутреннем смысле гефсиманской паче естественной молитвы Бога Человека. Учение было официально осуждено Московской Патриархией после обстоятельного изучения при участии митрополита Елиферия и епископа Вениамина Фетченкова. Между тем в 1925 году митрополит Евлогий с одобрения Священного Синода предложил заменить в школах катехизис митрополита Филарета Дроздова катехизиса митрополита Антония Лосев Алексей Федорович 1983 1988 года жизни 95 лет прожил удающийся выдающийся русский философ специалист по античному периоду в своих трудах проводил апологию учения имя славцев осужденного святейшим синодом РПЦ в начале нынешнего столетия 1 Петра 2 21 ибо вы к тому призваны потому что и Христос пострадал за нас оставив нам пример дамы бы шли по следам его Иуды 1 7 8 как Содом и Гоморра и окрестные города подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью подвергшись казни огня вечного поставлены в пример так точно будет и с 7 мечтателями 2 Маковейская 6 28 А юным оставляю добрый пример охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые и святые законы сказав это он тотчас пошел на мучение 1 Маковейская 6 45 и смело побеждал к нему в середину отряда поражая направо и налево и расступались от него и в ту и в другую сторону Иудив 16 10 персы ужаснулись отваги ее и медяне растерялись от смелости ее 2 варианта предлагают нам и выбор сделать надлежит и немедля вода и хлеб ворвавшимся врагам сорвавшим двери заржавевших петель конечно трудно нам вообразить что станется со мною что станется со мной с моей семьей какой плененному готовится транзит от горя в Вавилоне не ослепнет но если бы евангельский закон был принят нами добровольно сердцем сражались бы молитвой и постом не злобой сатанинской дикой мерзкой не надо бы учиться воевать сынам и внукам павшего Адама тогда не свирепел бы газоват не наседало бы на нас отродье хама познали бы окрестные народы что с нами Бог великий Иегова при слове мир Христов нас не коробит положены слова Христа в основу два варианта но избрать один чего уж проще а не только просто но вышибали только клином клин и место примирения на погосте кто руку поднял первый на главу не человека но дракона змея в конце потопа виден на плаву и на такого изверг не посмеет набраться мужества и выбором раздвинуть экрана два с проглядом на финал священника избрать или раввина к обрядам или к истине пристал писанием молитвой и советом нам высветит нужнейший вариант по да и нет ударим мы дуплетом из капища чтоб тело превратилось в храм 3 сентября 2006 года Игнатий Лапкин от в с 2 3 2 2 1 т 2 в 2 2 3 2 2 2 3 1 2 5 1 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Государство демократии балуется и потому ничто не возбранит коммунистам еще поиздеваться над памятью павших от рук этого всемирового палача. 18 декабря 2006 года я был приглашен по телефону на обсуждение этого вопроса. Место встречи было выбрано может быть не случайно. Казино золота партии. Так мне пояснили. Было около 60 человек с буфетчиком. Мне понравился ведущий. Выступление немца А. Дитца, депутата и историка Русакова Константина. Коммунисты были на запредельном возрасте и восхваляли Сталина. И говорили о победе в войне и об индустриализации страны и о величии страны при Сталине. И сравнивали его с Иваном Грозным и с Петром Первым. Им простили многое за поднятие страны. И понятно, что государство самый настоящий монстр, идол, вау. В жертву ему можно принести 90% населения, чтобы остальные 10% железной рукой загнать в вожделенный коммунизм. Говорили по многу и много не о памятнике, а о в кавычках святом Иосифе, чей портрет вкупе с портретом Хрущева Никиты висел на стене. Когда стали давать по 3 минуты, кажется, то дали на реплику и мне воздохнуть. Сказал так примерно Благодарю Бога, сколько увидел умных людей сразу в одном месте. И все дают умные советы. Но почему не поинтересовались, согласно Слову Божию, есть ли в этом совете Бог и что Он скажет? Прокеремия 23.18 Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал Слово Его? Кто внимал Слово Его и услышал? Прокеремия 4.12 Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Иеремия 23.22 Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. У человека есть воображение, и мы можем представить, что Барнаул есть часть страны, а страна всего лишь часть земного шара, на котором живут около 1 миллиарда мусульман, у которых запрещены всяческие изображения, кроме кисти руки, указывающей на Мекку или Медину. И в мировой религии иудаизма запрещены изображения по книге «Исход» 24, не делая себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Им нельзя по их убеждению ставить памятники никому, будь то Моисей, Христос, Гитлер или Сталин. У христиан, при том далеко не у всех, разрешено иметь изображения и памятники, но только святых. Что до Сталина, то Виталий Коротич, редактор Огонька, писал, что Сталину и в аду вместо мало, столько он сделал зла. Но учитывая, что государство не теократическое, пусть коммунисты ставят памятник в своем дворе. При Юлиане Отступнике, 361-363 годы, храм Аполлона был разрушен стихией, но колонны так наклонились, что не упали. И этот момент Иоанн Златоуст так разъяснил, что это для того, чтобы видели, что нечеловеческая сила и разрушено капище. И эти развалины остались для показа, что здесь было нечестие. Так и памятник Сталину может быть объектом для экскурсии, чтобы показать, какой тиран жил и поглощал миллионы людей. Псалом 58, 12 Не умерщряй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Мы же все братья по Адаму, а столько ненависти друг к другу из-за мертвого. Тут меня и прервали, и я замолк и вышел. Но за мной вышла девица с магнитофоном, но я не раз слышал, кого она представляла, и она спросила, что я хотел еще сказать, что они дали довести до слушателей, и почему я так миролюбиво говорил с разными людьми. Я и пояснил, кто я, и потом добавил немного, что нужно уверовать во Христа, и чтобы Бог был советником, и ему служить, а не трупу людоеда. Я за себя дам отчет Богу. В зале была страшно гнетущая обстановка. Коммунисты кричали, злились несусветно. Так и виделось, что облеплены духами демоническими с ног до головы, и изо рта каждого дымила преисподняя. За мной вышел один упитанный, яростный коммунист, и пояснил, чем должна ныне заниматься церковь, чтобы выполнить первоочередную задачу – убрать это правительство. Я же ему подсказал, что это лучше всего сделать так – молиться за правительство, чтобы они обратились к Богу, покаялись, чтобы свет истины осиял их умы и души, и тогда они увидят, что они не на своем месте, и уйдут с покаянием, передав свои полномочия другим. Деяние 12.23 Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Псалом 65.12 «Посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу». Псалом 35.36 «Видел я нечестився грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся, многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу». Владимир Соловьев Лежит на месте этом. Сперва был философ, а ныне стал шкелетом. Иным любезен быв, он многим был и враг, но без ума любив, сам вернулся вовраг. «Он душу потерял, не говоря о теле, ее дьявол взял, его ж собаки съели. Прохожий, научись из этого примера, сколь пагубна любовь, и сколь полезна вера». 15 июня 1892 год, Владимир Соловьев. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Книга «Открытым оком», тема «Коммунизм». Том 19, вопрос 3334. «Чьи выступления на собрании о памятнике Сталину вы хотели бы озвучить?» отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Устроители заранее приготовили бумаги с краткими выступлениями и раздавали. Беру из этих листков, да и слыша, что говорили именно так». Писатель Владимир Токмаков. Цитата. «Сразу понятно, что они не просто пытаются установить историческую справедливость, а есть конкретная задача реабилитировать ту эпоху, показать, что и Сталин, и Брежнев, и другие советские руководители, хотя и совершали некоторые ошибки, но все же это было оправдано. Они же строили большое государство, а государство – это же все. А государство – это же все. Человек был ничто. Ставить памятник человеку, который виновен в гибели такого огромного количества людей, именно своего народа, когда главная цель любого руководителя – сохранение этого народа. Это не просто большая ошибка, это аморально. Коммунистическая партия до сих пор не извинилась перед своим народом, не рассказала о своих деяниях, ведь она же была руководящей и направляющей силой того периода. Иосиф Сталин, и Брежнев, и прочие, они же все были коммунистами. Никто не покаялся и не сказал. Да, были перегибы. Это же страшно. Но мы это понимаем. Мы раскаиваемся. Мы приносим извинения перед нацией. В Красноярске установили бюст Сталина во дворике здания, где местная компартия заседает. Им сказали, хотите поставить памятник, вот покупайте землю рядом со своим краекомом. И там скверики в частном порядке ставьте. Никто не запрещает. Если человек хочет поставить памятник Сталину или Брежневу, пусть его ставят на своем огороде, на садовом участке, на даче или на балконе. Никто ему не будет запрещать это делать. Но в масштабах города это колоссальная ошибка. Это не агония, но бредовое решение местных коммунистов ультра-левых организаций. Конец цитаты. Следующий. Журналист Дмитрий Негреев. Цитата. Отношение Ленина к религии известно. Кавычки открываются. Необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовать, как контрреволюционеров и саботажников. Расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады. Кавычки закрыты. Воплощали в жизнь эти идеи те самые борцы за советскую власть. Красные партизаны. Память которых увековечена не только в Барнауле, но и во всех городах страны. Кавычки закрыты. Следующий. Константин Русаков. Депутат АКСНД и кандидат исторических наук. И вот цитата. Ставить памятники диктаторам это бредовая идея и инициатива маразматиков. И подобная инициатива ни со стороны общественности, ни со стороны властей поддержки не найдет. Потому что тиранам памятники не ставят. Сегодня с подобным предложением могут только коммунисты выступить, потому что им хвататься больше не за что. Вот и пытаются всяким способом привлечь и одурмарить молодежь, которая сегодня об истории мало что знает. Со стороны инициаторов это типичная провокация. Если они попытаются установить памятник самостоятельно, то это приведет к столкновениям и очень серьезным. Потому что есть в городе силы, которые этого вообще никогда не допустят. Конец цитаты. Президент Сообщества Российских Немцев Алтая Александр Дитс. Любой разумный народ любой страны вряд ли захочет поставить такой памятник, хотя памятник можно поставить кому угодно, хоть дьяволу и черту. Важно, что будет на нем написано. Поэтому ставить памятник Сталину как вождю народов – это кощунство. Это недопустимо и просто абсурдно. А вот как вешателю не успели разделаться с зажиточными крестьянами, которых окрестили кулаками, пошли репрессии, которые начались в 1931 году. Самые массовые репрессии в 1934 году. Ну, простите, самые массовые репрессии были в 1937-1938 годах. Когда в этой мясорубке пострадали миллионы людей, которые не имели никакой вины ни перед народом, ни перед Отечеством, ни перед совестью, ни перед своими семьями. С началом Великой Отечественной войны началась депортация целых народов, прежде всего российских немцев, которых по существу поголовно выселили со своих исторических мест, где они не один век жили. Еще одна скорбная страница – мобилизация в трудовые лагеря НКВД, где погиб каждый второй. Другие народы тоже пострадали, но не в таком массовом масштабе, как российские немцы. Репрессии продолжались до самой смерти Сталина в 1953 году. Александр Солженицын посчитал, что по различным видам репрессий было подвержено 68 миллионов человек. Александр Солженицын посчитал, что различным видам репрессий было подвержено 68 миллионов человек. Это колоссальная цифра. 32 миллиона человек погибло в годы Второй мировой войны. И историки сегодня еще не договорились, кто больше виноват – Гитлер или Сталин. Христианская душа должна думать прежде всего о смирении, об очищении, но не должна усугублять грехи, которые когда-то человек совершил. Если Россия не очистится от прошлого, от тех тяжелейших репрессий, которых никто не отрицает, это будет вечно давлеть над Россией тяжелейшим камнем. Республиканская партия России Цитата Диктатор, причинивший непоправимый урон собственному народу. Да и как можно забыть сотни тысяч репрессированных, уничтожение лучших представителей крестьянства, убийство священников, разрушение храмов, травля творческой интеллигенции. И это далеко не полный перечень преступлений сталинского режима. Именно на Алтае практически каждый второй в конце 30-х годов подвергался самой жестокой мере – расстрелу. Кавычки закрыты. И думал, что вымирают старые коммунисты, а новых нет. И вот Бог допускает, чтобы они повылазили и на них просмотрели, кто же они есть. И вопрос. А как они уцелели в то время? Два варианта. Были участниками этих репрессий? В крови и нераскаянно живут? Или были трусами? Язык проглотили? А теперь повыперло из них все гнилое? Осмелели. Но запрещать ставить памятник людоеду не нужно, чтоб не уподобиться их несвободе. Лука 13.3 Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Псалом 65.12 Посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу. Книга профессора А. В. Карташова «Вселенские соборы», страница 476. У хронографа Дорофея Манамвасийского записано такое сказание об императоре Фоке. Один богоносный муж, имеющий дерзновение к Богу, услышал о царских злодеяниях, возопил к Господу. Господи Боже, за что ты прогневался на народ свой и поставил такого царя-тирана? За что такое наказание? Чем провинился народ твой, что ты предал его во власть такого кровожадного волка? И было этому богоносному мужу от Бога откровения. Много я старался найти царя похуже, чтобы наказать народ за его своеволие, но не мог найти хуже Фоке. А ты впредь не ускушай судеб Божьих. Фоке был полковником, но сверг доброго императора Маврикия и казнил его и пять его сыновей, жену и дочерей. Рок Исайя 59.2 Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Иезекииль 36.31 Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуете отвращение к самим себе за беззакония ваши и за мерзости ваши. Чем больше и ярче весна, тем пение птиц веселее, но песнь их умолкнуть должна, едва лишь земля побелеет. Чем снег тяжелее у крыльца, и чем безнадежнее несчастье, тем трепетнее песни певца, тем больше тепла в них и страсти. Расул Гамазатов Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком. Тема коммунизм. Ток. 19. Вопрос. 3345». Безбожники и все коммунисты любили ссылаться на 13 главу послания апостола Павла к римлянам, что всякая власть от Бога и надобно ее слушаться. «Когда пришли большевики к власти и устроили разгром в церкви, то были ли среди ее служителей, кто разъяснил бы, что советская власть не совсем обычная власть, а антивласть?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сохранились их рассуждения на эту тему, но они почти никому неизвестны. Мужественные люди были. Цитата. Это вынуждает нас здесь дать краткие замечания и анализ содержания священного текста в пределах первых семи стихов 13 главы послания святого апостола Павла к римлянам. В данном деле нам придется идти почти непроторенной дорогой, так как проблема отношений церкви и боговраждебной государственности в эпоху апостасии при истолковании 13 главы послания к римлянам не предносилась сознанию древних экзогетов, или вернее сказать святым отцам, и в голову не приходило, что в недрах церкви Христовой найдутся такие мудрецы, которые во времена апокалиптические, когда придется руководствоваться завещанием апостола тайнозрителя Иоанна, станут наставлениями апостола Павла. Римлянам 13 глава сказанными в отношении к временам нормальным. В 13 главе послания к римлянам апостол Павел говорит о необходимости не только из-за страха, но и по совести повиноваться существующим властям. Страница, статья 1, страница 1 Петра 2.13, ссылка. В гражданском и политическом смысле 6.7 и по оподати и должном уважении 1 Петра 2.17, как богоучрежденному институту. Из какой исторической обстановки исходил святой апостол Павел и какую власть он имел в виду при написании своего послания к римлянам? Согласно мнению древних исследователей, послание к римлянам написано в 58 году по Рождеству Христово. В первые спокойные и благоприятные годы царствования Нерона апостол Павел по наследству имел почетное звание гражданина могущественной Римской империи. Деяние 22.25.29 Как ученый-фарисей в прошлом, филиппийцам 3.5, апостол Павел был отлично знаком с иудейской эсхатологией. 2 Фессалоникийцам 2.34 Даниила, пророка, книга 11.28.31 36.39 и 8 глава с 9 по 12 стихи И потому, конечно, знал, что Римское царство последнее перед пришествием Мессии Даниила 2.44, которого трепетно ждали. Но впоследствии, будучи просвещен свыше на пути в Дамаск, Деяние глава 9, он познал истинного Мессию Господа Иисуса Христа и водимые Духом Святым. В совершенстве постиг тайну благочестия 1 Тимофея 3.16 И тайну беззакония 2 Фессалоникийцам 2.7 Теперь уже апостол всюду в своих посланиях часто говорит о дне Господнем, то есть втором пришествии Господа. 1 Фессалоникийцам 1.10, 4 глава 16, стих 5-2 И в других посланиях, которому предшествует явление лжемессии человека Бога 2 Фессалоникийцам 2.4 В свою очередь предваряемое апостаси отступлением как политическим 2 Фессалоникийцам 2.3, так и религиозно-нравственным 1 Тимофею 4.1.2 и 2 Тимофею 3.1.5 Вот историческая обстановка и исходные пункты учения апостола Павла о власти придержащей. До очевидности ясно, что апостол Павел, устанавливая отношение церкви к государству, имел в виду при написании своего послания к римлянам тогдашнюю всемирную римскую власть и римскую государственность, либо иную по типу ее. По мысли апостола Павла, власть придержащая путем закона и при содействии меча отмещает и наказывает делающего злое. Страхом закона и наказания устрашает злых людей и таким образом удерживает развитие и умножение зла в человеческом обществе. Римлянам 13.4 В конечном же результате власть придержащая удерживает или задерживает явление человека греха. 2 Фессалонкийцам 2.3 Для добрых же людей и дел власть придержащая не страшна, потому что придержащая власть содействует раскрытому добру, покровительствует добру и хвалит его. Поэтому апостол Павел говорит о власти придержащей, что она, цитата, «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Стих 4. Тождественную мысль проводит в своем послании и святой апостол Петр, говоря, что власть существует для наказания преступников и для поощрения делающих добро. 1 Петра 2.13-14 Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти. Так как последней целью повиновения земной власти является Бога угождения Господа ради, то очевидно и требования власти и их законов не должны противоречить христианской вере и нравственности. Отсюда, следовательно, и повиноваться власти должно в том, что по мысли святого Иоанна Златоуста, немало не вредит благочестию. Не есть уже дань кесарю, но и дань и оброк дьяволу. Теперь исследуем, относится ли это завещание апостола к существующей на пространстве одной шестой вселенной диктатуре пролетариата, и можно ли, как делает это митрополит Сергий со своим синодом на основании 13 главы послания к римлянам, установить правильное взаимоотношение церкви и боговраждебного, беззаконного государства, строящего социалистическое общество при содействии диктатуры класса. Государство от диктатуры пролетариата с христианской точки зрения – чистейшая апостасия во всех областях материальной и духовной жизни. Безбожие при апостасии является основным принципом, и всякую религию, не исключая христианской, считает вредным дурманом, подлежащим безоковорочному истреблению и выкорчевыванию с таким расчетом, чтобы уничтожить в психике человеческой даже самый инстинкт религиозности, если сверх чаяния он там окажется. На историческую сцену выступила религия человека Божия, развитие которой неизбежно приведет к мысли апостола Павла к ужасающим перспективам международной жизни. 1 Тимофею 4.1.2, 2 Тимофею 3.1.5 И появлению лжемессии, человека Бога-зверя. 2 Фессалоникийцам 2.4 и книга Откровения 13 глава. До очевидности ясно, что сказать о советской власти, что она Божий слуга, есть тебе во благое, ни в коем случае нельзя, так как христианство и ленинский марксизм не сходятся в определении добра и зла. Новое, необычайное и беспримерное в истории человечества, государства, диктатуры пролетариата, создало во всех областях государственной, экономической и социальной жизни, также и беспримерное право. Пролетарское государство в конец разрушило вековечные устои и нормы человеческого общежития и объявило всему миру, что оно хочет пересоздать человечество и создать какого-то нового социалистического человека. Но особенного внимания заслуживает то обстоятельство, что новое государство создало и новую классовую мораль, провозгласило новую марксистскую совесть и необычайное на основах ленинского марксизма учения о нравственности, не укладывающиеся не только в рамки христианской нравственности, но и в рамки общечеловеческой морали. То, что с христианской точки зрения или общечеловеческое считается добром, с точки зрения классовой морали ленинизма квалифицируется как уголовно наказуемое деяние. Примеры тому на каждом шагу жизни. Разве можно о современной советской власти сказать так, как говорит апостол Павел о властях современных ему? Что-то тут непонятно. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и будешь иметь похвалу от нее? Или разве можно применить к пролетарской диктатуре слова апостола Петра, 2 глава, 19 стих, 1 его послания? Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Конечно. Теперь это неприемлемо. Наоборот. Теперь можешь сделать добро с христианской точки зрения и попасть в тюрьму, либо еще дальше, так как с точки зрения классовой морали твое добро квалифицируется как уголовное преступление. Попробуй-ка, например, проповедовать в пролетарской республике о классовом мире. И сразу угодишь в подвал. А христианская вера обещает таким проповедникам блаженство Бога-сыновства. Матфея, 5, 9. Отсюда ясно, что 1, 3 и 4 стихи 13 главы послания к римлянам, а через то и все завещания апостола Павла о власти придержащей, а также и учения апостола Петра о повиновении властям, никак не могут быть отнесены к государству диктатуры пролетариата, потому что оно по существу апостасия, и к нему обычные понятия и нормы добра и зла совершенно неприменимы. А посему и власть пролетариата, оставившего обычные нормы всемирного права, не может быть названа придержащей в отношении к беззаконию. Наоборот, с точки зрения христианского упования, она представляет собой в нравственном отношении начало развязывающее, ускоряющее появление человека Бога, сына погибели. 1 Фессланкицам 2.4. А в отношении христианской нравственности и благочестия начало удерживающее. В кавычках. Теперь ясно, что митрополит Сергий со своим синодом делает грубую ошибку и обнаруживает непонимание духа и силы Слова Божия, когда при установлении неправильных отношений Церкви Христовой и Бога враждебной государственности прибегает к помощи священного текста 13 главы послания к Римлянам и неправильным истолкованием его соблазняет малых сих, мало понимающих, но верующих сердцем, чувствующих что-то неладное в Доме Божьем. То, что в Слове Божием относится к римскому государству и ко всякому однотипному с ним, митрополит Сергий и синодом отнесли от чрезмерного человекоугодничества к боговраждебному государству в эпоху апостасии и потому оказались слепыми, неправоправящими Слово Истины. Да истребит Дух Святой срамную сергиевскую экзогетику. Епископское служение в Церкви Христовой после прекращения необычайных харизматических служений апостольского века 1 Кориффенов 12.28 совмещает в себе все служения и в том числе пророческое. Епископ, подобно харизматику пророку, должен править Слово Истины, должен при благодатном содействии свыше пристально сквозь обступившую Церковь в Божию мглу молитвенно всматриваться в историческую обстановку, чтобы, подобно стражу книга пророка Аввакума 2.1 предупреждать Дом Божий об опасностях, постоянно ему угрожающих, и в знамениях времени слышать новые зовы небесные. Между тем, митрополит Сергий спокойно обвиняет других в непонимании знамений времени, а сам собирается преспокойно, тихо и безмятежно жить по своему благочестию, повинуясь законной власти, в то время как приговором истории по допущению Божию Церковь Христова с презрением выброшена пролетарским государством из недр человеческого общества и теперь оказалась в пустынной обстановке жизни. Пока митрополит Сергий разрешал сложную проблему благоденственного и мирного жития для некоторых представителей Церкви в Советском государстве, он совершенно упустил из виду, что Церковь православная уже 10 лет тому назад ушла, или вернее изгнана из общества. Она перестала существовать как публично-правовой институт. Иерархия церковная лишена всяких гражданских и человеческих прав, ибо рассматривается как паразитическое сословие в государстве, эксплуатирующая темную, народную, поддерживающие эксплуататорские классы, одурманивающие народное сознание и препятствующие строительству социализма. Активные и сознательные члены христианских общин из верующих мирян через экономическое и всякое другое воздействие поставлены в тяжелую необходимость оставлять церковь, осужденную на пустынное существование. Дети русского православного духовенства лишены возможности наравне с другими гражданами получать высшее образование. И в этом отношении они оказались даже в худшем положении, чем иудейская молодежь старой царской России. Для членов коммунистической партии и ответственных совработников считается предосудительным не только родство с лицами из православной иерархии, но даже знакомство и всякое общение с ними. И многое другое можно было бы добавить сюда, но и всего довольно. Разве это не жизнь в пустыне? Разве мы не можем вместе с апостолом Павлом сказать, нам последним посланником Бог судил быть как бы приговоренным к смерти. 1 Коринфила 14.9 Но митрополит Сергий не желает согласиться с определением Божиим и историческим пытается устроить для себя единомысленных с ним в пролетарском государстве тихое и безмятежное житие. Перерыв пару минут. Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . . Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Если Церковь Божия промыслом вседателя через приговор истории и законодательства пролетарского государства определена на жизнь в пустыне, то до очевидности ясно, что она должна отказаться от всяких попыток легализоваться сверху донизу, ибо всякая такая попытка в эпоху апостасии неизбежно превращает церковь в блудницу и жалкую прислужницу вавилонского бога отступления. Ближайшее время подтвердит наше убеждение и покажет, что даже теперь уже наступает время, когда для блага церкви придется отказаться от легализации даже общинных церковных организаций и обратиться к доникейским образам церковной жизни, когда христианские общины организовывались и объединялись не административными учреждениями тогдашнего государства, а Духом Святым. Я указываю здесь общее положение, а практика и жизнь Богу содействующую найдут соответствующие формы. Обратимся к поучительным примерам церковной истории и остановим свое внимание на эпохе иконоборческих смут. Православная церковь в это время находилась в пустынях, пещерах, гробах Святой Мефодии, в темнице, в ссылках, в тяжких работах, а иные оставались и в человеческом обществе, жили как в пустыне среди диких зверей. И такие бедствия для православных продолжались не 10 лет, как сейчас, а 120 лет с небольшими перерывами, благоприятными для православия. А рядом с церковью православную, бедствующую, насаждалась легальным положением и благоденствием церковь блудница. Простите. А рядом с церковью православную, бедствующую, насаждалась легальным положением А рядом с церковью православную, бедствующую, наслаждалась легальным положением и благоденствием церковь блудница, которая через незаконное повиновение законной власти стяжала себе тихое и безмятежное житие. Субтитры создавал DimaTorzok И сколько страданий приняла она за исповедание веры правой. Вспомним и вина имена великих исповедников и страдальцев. Святого Мефодия, впоследствии Константинопольского патриарха, Никифора, исповедника, Стефана Нового, феофилакта, епископа Некомедийского, преподобного феофилакта Сергеянского, Феодора Студита, Иоанна Дамаскина, Иосифа Песнописца, Феодора и Иоанна Начертанных, Григория Декаполита и тысячи других исповедников в эту эпоху. Вот по каким путям и образцам живет Церковь Христова в эпоху Апостасии. Иконоборческая, заблудная Церковь пошла на службу Царства Мира Сего, чтобы спасти свое существование и безмятежное житие. Пользуясь легальным положением в государстве, она и соборы устраивала и выносила на них свои догматические определения. Она, вероятно, также имела привилегии и всякого рода побрякушки. Однако истина православия восторжествовала и показала нам урок, каких путей должно избегать. В оправдание заблудной иконоборческой церкви, можно сказать, хоть то, что она имела обеспеченное государственной властью, тихое и безмятежное по внешности житие и привилегированное положение в византийском государстве. А вот какие перспективы открываются для заблудно-червлено-сергиевской церкви в пределах СССР? Разве советская власть после сергиевской декларации каким-либо государственным актом отказалась от поставленной себе задачи истребить и выкорчевать всякую религию? Нет. Очевидно, митрополит Сергий наставляет жить по принципу «хоть денек домой». Православная церковь такими соображениями руководствоваться не может. Митрополит Сергий, конечно, думает, что он спасает русскую церковь и что он делает все это для блага церкви, но церковь Христова спасается не человеческими усилиями, а помощью свыше и спасает нас грешных. Во-вторых же, и спасает нас грешных. Во-вторых же, попытки митрополита Сергия легализовать церковь православную ни к каким благим результатам не приведут. Если внимательно вникнуть в сергиевскую работу и окружающую нас печальную церковно-историческую обстановку, то нельзя не убедиться, что митрополит Сергий спасает не церковь Божию, а тело блудницы и барахло ее, давно судом Божиим и приговором истории, обреченная на гибель. В управлении и руководстве Домом Божиим необходимо больше веры в Бога и больше надежды на руководящий жизнью церкви промысл Божий, поменьше своей мудре, своей воле и своих личных усилий в руководстве церковным кораблем, побольше внимания к урокам слова Божия и церковной истории, а наипаче необходима горячая молитва к совершителю Царства Божия, Господу Иисусу Христу. И Господь, несомненно, наставит и укрепит вождей стада Божия, потому что обещал с любящими Его пребывать до скончания века. Яркий пример извращения принципа соборности и господства бюрократизма это так называемое сергиевское патриархийное и сомнительного достоинства Синопию. Синопий получил свое начало при крайне загадочных обстоятельствах. Он воистину в тайне беззакония зачат и во грехах предательства родился. Строить церковную жизнь в данное время на началах старого синодального в царское время бюрократизма крайне опасно и преступно. Если бы митрополит Сергий вместо того, чтобы управлять сверху Простите. Перечитай, Сергей Павлович. Там не ошибка в орфографии, а в чеке. В произношении. Че перечитать? Строить церковную... Строить церковную жизнь в данное время на началах старого синодального в царское время бюрократизма крайне опасно и преступно. Если бы митрополит Сергий вместо того, чтобы управлять сверху обратился к соборному церковному разуму, он избежал бы трагедии, которые теперь ему не миновать. Необходимо вовлечь в область церковной жизни многомиллионные массы верующих, а это возможно только через отказ иерархии духовенства от бюрократических привычек управлять Домом Божьим сверху, минуя соборный уклад в существенный признак церкви. Вследствие извращения принципа соборности народ теперь почти безучастно смотрит на борьбу современных церковных группировок. Многие из верующих стараются уклониться от церковных дел и прений и обычно говорят. Это дело поповское. Попы ссорятся, а наше дело сторона. Нужно показать верующему народу и научить его, что дело церковное. Борьба группировок церковных, хотя не обнаруживается в борьбе клерикальных группировок, но этот спор и затрагиваемые в споре вопросы есть дело общецерковное и общенародное. Церковный народ. И касается оно не только духовенства, но и всего верующего народа всей церкви, которая есть тело его. Эфесянам 1.23 Бояться вынести на улицу церковную сумятицу не следует. Базарные торговцы на площади Константинополя воевали друг с другом в эпоху жарких армянских споров о единосущей или подобосущей. Дело доходило до рукопашных схваток и настоящих сражений, однако в конечном результате послужило к пользе православия. Апостол Павел говорит 1 Коринфянам 11.19 Надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Возможно, что вышеизложенное уже потеряло свое значение и предложенный мною рецепт уже устарел, так как начинающееся с 1928 года ударная работа пролетарского государства на культурно-просветительском фронте может в ближайшее время поставить православную церковь в доникейские условия жизни. Тогда соборность церкви получит свое оправдание. Архипастыри церкви русской не прельщайтесь обманчивой идеей легализации церкви в боговраждебном государстве. Да будет декларации наши пред внешними. 1 Коринфянам 5.13 Внешних же судит Бог. Итак, изверните развращенного из среды вас. И 10 глава Евангелия от Матфея. Вспомним, отцы и братья, слова пастыри-начальника Господа Иисуса Христа. Матфея 10.16 Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Наше положение по свидетельству самого Господа весьма трудное и опасное и напоминает положение овец, подстерегаемых волками. Нам нужна особая бдительность и мудрость змеиная. Но это дар немногих избранников. Нам нужна кротость голубиная, но грехами своими мы погубили ее. Но у всех нас без исключения есть великая надежда, Господь наш пастыри-начальник Иисус Христос. Ему и предадим души наши. В заключение весьма полезно и назидательно вспомнить слова преподобная отца Феодора Студита, сказанные им однажды патриарху Константинополю Никифору Исповеднику, поборнику православия, в момент острой борьбы церкви с иконоборцем львом армянином. Отче, не скорби говорил ему он, верую, что Господь не оставит нас. Он не попустит, простите, еще раз, Отче, не скорби говорил ему он, Отче, не скорби говорил ему он, верую, что Господь не оставит нас. Он не попустит испытания выше нашей силы и не даст злу возобладать нами. Если враг и воздвигнет гонение на церковь, то в непродолжительном времени скорбь обратится на его же голову. Ты знаешь слово Господне Матфея 18,7 горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Сколько ересей со времен святых апостолов и до настоящей дедынеи воздвигали развращенные умом люди на церковь, сколько страданий потерпели от них бывшие раньше нас святые отцы, но церковь осталась непреоборимой, пострадавшей светло прославлены и увенчаны, а еретики и насильники восприняли по делам своим. 11 ноября книга пророка языки ля 20 32 и что приходит вам на ум совсем не сбудется. Вы говорите будем как язычники как племена иноземные служить дереву и камню. Пророк Даниил 3 18 Если же и не будет того, то да будет и известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Евреям 12 28 Итак, мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Ресурс исчерпан, скважина и шахта, лесной массив и море океан, когда-то выдохнуться нам запоздало ахать, что так внезапно опустел карман. И это кончится, и это опустеет всему конец кончина эпикриз, надуманным и призрачным затеям когда-то разлететься нужно в брызг. Не могут Атлантиды след найти, от Вавилонской башни нет примет, исчезнет шумом власть, где алка никотин и в озере кипащем сгинет ужас смерть. Все временно сойдет любая власть на нет без признаков большого сожаления засыплет города культурный пласт и перемелет время лучший мельник. Чернее красок выдумать нельзя, настолько пессимизм живучий в Едле повымерли мудрейшие князья за нами та же часть не замедлит. Узнал про мир невидимый и вечный, где не грозит конец по существованию, он где не грозит конец его существованию, он не нуждается в продлении аптечном, поверь, и вечность нынче же, нынче же, и вечность ныне же настанет, поверь, что истина распята и воскресла, и агнец Божий грех твой уничтожил, восстань, отвергнув телевизор с креслом, взгляни на прошлое свое, как можно строже, что польза, что пользы по собачьи околеть, и после смерти в муку провалиться, мы избраны, как будто дан билет, и лично к нам апостольские письма, мы примирились с Богом во Христе, на бесконечность выправили паспорт, я человек, не на хвосте репей, круглогодично ощущаю Пасху. 26 декабря 2006 год, Игнатий Лапкин. во имя Отца и Сына и Святого Духа Книга открытым оком о темах коммунизм, том 20, вопрос 3400. Чем объяснить, что все еще делают выходными днями 7 и 8 ноября? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Власти много коммунистов, которых не повесили, не осудили, как было с фашизмом, хотя коммунизм принес бед в тысячи раз больше, демократы все еще боятся восстания зла, еще потому, что Бог оставляет иногда памятники злодейства, чтобы люди помнили страшное прошлое и каялись. Беру иные статьи из интернета, только вчера просмотрел 784 файла и кое-что взял на заметку. Цитата. 7 ноября 1917 вопреки воле народа произошел насильственный захват власти большевиками. Во время выборов учредительное собрание большевики получили менее 20% голосов. Поддержанные учредительное собрание большевики получили менее 25% голосов. поддержанные и финансированные программы врагами России февральская и октябрьская революции привели к падению русской православной монархии, расчленению России и кровопролитной гражданской войне. Сразу же после ноябрьского путча Ленин ввел, а Сталин продолжил и усовершенствовал массовый террор и расстрелы по классовому признаку, приведшие к физическому уничтожению русского православного духовенства, интеллигенции, офицерства и миллионов рабочих и крестьян. Офицерства и миллионов рабочих и крестьян. Геноцид, начавшийся 7 ноября 1917 года, обошелся русскому и другим народам России в более 100 миллионов жизней. Привел к сегодняшнему нищенскому уровню жизни и в результате разрушения православной морали к всеобъемлющему разгулу преступности, коррупции и ограбления России, известного после 1991 года под именем рыночной экономики. Вот почему 7 ноября не праздник для русского народа. Это день поминовения жертв коммунистического геноцида. Хотя марксизм перестал быть официальной идеологией в 1991 году и коммунизм утерял свое значение, коммунисты все еще пытаются вернуться к власти, а коммунизм все еще не осужден как антихристианская, бесчеловечная и антинародная доктрина заведшая Россию в тупик. Коммунизм должен быть осужден, так же как был осужден нацизм в послевоенной Германии. Как первый шаг в этом направлении Ленин должен быть разоблачен как предатель России. Его мумию все еще почетно покоящуюся у Кремлевских стен и позорящую Москву и весь русский народ нужно убрать, так же как и памятники этому преступнику по всей России. Правительство Российской Федерации должно заменить празднование 7 ноября всенародным поминовением жертв коммунизма, убрать всю коммунистическую символику, восстановить все исторические названия городов, областей и улиц и найти достойные названия для новых населенных пунктов. Россия должна повернуться лицом к своему тысячелетнему прошлому, а не продолжать кровавые традиции международного коммунизма. Русский народ, переживший многое за свою тысячелетнюю историю, переживет и последствия коммунизма и хаос современного смутного времени и восстановит православную этику, а за ней и экономику в богатейшей стране мира. А знаменование 7 ноября как дня повиновения жертв коммунизма должно стать русским обычаем на вечные времена. Псалом 58 12 Не умерщляй их, чтобы не забыл народ мой, расточи их силою Твою и не изложи их, Господи защитник наш. Второе царство 18 18 А Весолом еще при жизни своей взял и поставил памятник в царской долине, ибо сказал он Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего и назвал памятник своим именем и называется он памятник авесолома до сего дня. Свободой воли был я наделен еще в раю в прапраце Адаме, когда мой сноб избрал не тот наклон, но Бог помог его поставить прямо. Навскидку выбор всюду принадлежит, нам через навык совесть и наития путь истины усвоить или лжи и с этим выбором умом и сердцем слиться. В подмогу совести нам Библия дана, в ней голос Божий, Слово Еговы, источник мудрости не вычерпать до дна, всем выбором кладу его в основу. И голос внутренний подсказывает тихо, то судит жар стыдливости, то холод Страх Божий поднимает нашу прихоть Страх Божий подминает нашу прихоть Не коршуньё в душе воркует голубь Свобода воли Сколько ошибок трагических бесчётных и смертельных И вожделения нередко не изжитые Воспоминанием греха обсыпан мельник Мой выбор главный всё же состоялся Когда Христа избрал в поводыри Добрёл до Вифлеема И склонился в ясли Он от волхвов мне передал дары Как предельно узкий Любовь к мирскому при начале схода Как жаль Любовь к мирскому при начале сдохла Как жаль что раньше не избрал Христа Из Библии знакомства с детства не завёл Путь от крещения Всё с чистого листа Иначе влево сгинул бы козёл 1 марта 2007 года Игнатий Лапкин Спаси Христос Сегодня всё Слава Богу Богу Так братья не забывайте из десяти кажется начало устройства горки Сергей Павлович там позвонить Валерию кто там есть и кто тут есть с других сторон тоже можете прийти Чё Толя Меньшников приедешь горку устроить С Богом Сергея некого звать остальные все по другим городам А всё пускай всё равно разрешено Отошёл Всё С Богом с Богом С Богом с Богом С Богом С Богом